Ледовая переправа Якутск-Нижний Бестях откроется уже в это воскресенье. К такому итогу пришли члены рабочей комиссии, которые осмотрели сегодня автозимник федеральной трассы Колыма. Виталий Абрамов продолжит. Одна из самых популярных и нагруженных ледовых переправ откроется на две недели раньше запланированного. Со слов дорожников, этому поспособствовали хорошие низкие температуры, установившиеся в последнее время. В течение месяца 12-километровый участок намораживался и обустраивался с обеих сторон. Мы должны были открыть движение по ледовому автозимнику 5 января 2017 года. Но для удобства пользователей нашей ледового автозимника мы решили чуть-чуть прибавить темпов. Ну и погода помогла. Снег у нас в этом году тонкий и лед наращивался уже как бы сам по себе очень хорошо. Установлены дорожные знаки и информационные щиты. На объездах организовано круглосуточное дежурство дорожных служб. Замеры показали, что толщина льда составляет не менее 80 сантиметров. Открываем мы послезавтра 15 тонн и через неделю уже нарастим грузоподъемность до 30 тонн. Ну и дальше и больше, как говорится. Таким образом, уже с воскресенья, когда пройдет официальная приемка, все автомобилисты, конечно же, кроме полноразмерных грузовиков, смогут быстро переехать на противоположный берег. До этого настоятельные рекомендуются не премерегать установленные дорожные знаки и не мешать дорожным службам. Виталий Абрамов, Макасаха, Якутск.